друзья всем привет мы гуляем сейчас гамбурге классная погода солнышко и в этом прямом эфире хотелось бы затронуть такую тему как стать уверенным как обрести эту уверенность с недавних пор я вот занимаюсь коммуницирую с людьми и вот наблюдаю что люди и вообще я сама но есть такая неуверенность какие-то страхи боязнь и вот хотелось бы разобраться в этом потому что вот вот эта неуверенность она тормозит как-то не дает развиваться и неэффективность получается в жизни во всех сферах поэтому хотелось бы разобраться в этом я вот практикую йогу уже более трех лет и хотелось бы с этой точки зрения как то рассмотреть вот как любая проблема как вот любая проблема можно рассматривать как любую проблему на четырёх уровнях — это психологический, физический, психический и духовный уровень. Каждая проблема решается с этих уровней, подход идёт. И на физическом уровне, здесь мы рассматриваем на физическом уровне наша неуверенность, она заключается, коренится в наших трёх нижних чакрах. То есть есть Муладхара чакра — корневой центр, он зависит, как бы отвечает за твою неуверенность. То есть если ты силён, твоя Муладхара чакра сильна, то и уверенность у тебя есть. Вторая чакра — это Сватхиштана чакра, она отвечает за твой комплекс неполноценности. То есть если эта чакра слабая, то есть комплекс такой неполноценности. И третья чакра — Манипура, она отвечает за твои страхи. И вот чтобы развивать эти чакры на физическом уровне, просто нужно делать каждый день асаны, делать йогу. То есть это на физическом уровне мы делаем упражнение. Второй такой аспект мы рассмотрим — это с психологической точки зрения, когда вот у нас есть две вещи — это комплекс неполноценности и страхи. Комплекс неполноценности — это когда у тебя вот нет чувства достоинства. И чтобы было это чувство достоинства, мы делаем самопрограммирование, такое самовнушение. То есть если у тебя появляются какие-то негативные мысли, если появляются такие мысли «я там никчёмный, существо плохой», и ты просто останавливаешь и программируешь себя на позитивные. То есть ищешь свои сильные стороны, достоинства. Можно даже взять листочек, выписать все свои сильные стороны. И только приходит какая-то негативная мысль в голову, ты сразу смотришь вот этот перечень своих достоинств. И таким образом ты каждый день программируешь себя на хорошие качества, и тогда ты становишься более уверенным. Второе — это страхи. Страхи — здесь надо проявлять конфронтацию. То есть если ты боишься плавать, ты просто берешь и пробуешь плавать потихоньку. Если ты боишься публично выступать, ты берешь и бросаешь себе вызов, и берешь и выступаешь, говоришь на публику. У меня вот тоже я тоже была вот таким человеком закрытым, скромным. Я вот не могла даже элементарно сказать тост на каком-то мероприятии, боялась. Но вот три года практикую йогу, и по чуть-чуть как бы развиваясь, и появляется такая уверенность в себе, что могу что-то сказать и публично что-то высказать, свое мнение. И вот здесь надо себе вот кидать вызов. Если ты пойдешь и продашь газетку, и получишь там деньги, и купишь себе что-то на это, есть такие тренинги даже платные, то у тебя будет как бы чувство, что ты можешь, что ты не только выучился в университете, и пошел на работу, и боишься потерять ее, потому что у тебя страхи, ты потеряешь, и что ты будешь делать, нет денег. И вот ты себе такие кидаешь вызовы, и тогда у тебя появляется уверенность с опытом. И третий подход у нас, это уже психо-духовной такой, с психо-духовной такой стороны. Есть в йоге чакра-медитация, такая практика. Если мы ее практикуем со временем чакра-медитацию, то появляется… Лена, привет! Появляется… Я здесь рассказываю про как обрести уверенность. Будет сохранен эфир, поэтому можно будет посмотреть еще раз. Сейчас я уже заканчиваю. Третий подход рассказываю с точки зрения уже психо-духовного уровня. Когда ты делаешь чакра-медитацию, ты обретаешь вот это чувство мощи, чувство внутренней силы и энергии. И вот это чувство, оно как бы проецируется на внешний мир, и люди тебя воспринимают как великая личность. И вот твоя аура расширяется, и приходит уверенность, приходит чувство достоинства. И ты делаешь шаг вперед, и тогда мир тебе помогает. Вот, вроде бы все как бы обсудила. Сейчас еще хочу акцентировать внимание на то, что на физическом уровне мы делаем упражнения асаны, укрепляем нижние чакры. На психологическом уровне мы программируем себя самовнушением. То есть делаем, если у нас появляется только какая-то негативная мысль, сразу останавливаем и обращаем внимание на свои сильные стороны, на свои достоинства. Выписываем, читаем свои сильные стороны и программируем себя на позитивный такой, позитивный настрой. И четвертое, это мы делаем себе вызов в жизни. То есть если мы чего-то боимся, мы берем это и делаем. И пятое, это уже с духовной точки зрения. Мы чакра медитации здесь уже. В медитации это надо практиковать медитацию, чтобы это пришло. Вот такое чувство мощи и развивалась аура. Все, ребята, я так коротко рассказала. Можете посмотреть, потом эфир будет сохранен. Была рада пообщаться. Всем классного дня, позитивного, позитива, энергии. До новых встреч!